Ребята, привет! С вами Игнат. Я влог, он на даче начинаю. Сегодня здесь ночевал на даче. Ну, в общем, мне надо тут кое-что забрать. И я тут рядом работаю. Знаете, что мне надо забрать? Мне надо забрать печку. Вот эту вот, с которой мы с Илюхой, и с Ариной, и с мамой, когда были. И ходили, когда мы накоцвели-то с ночевкой. Что-то набрать надо, умыться. Тут у меня тревел небольшой произошел. Я проснулся, света нет. Хорошо. Газ хотя бы, чай погреть. Ну, погреть всю еду можно на газу. В общем, печку надо забрать газовую, с которой мы ходили на коцевеле. Мы на ней, Илья Оху на ней готовил. Мы с Илюхой решили, что мы зимой тоже что-нибудь накошевали. Смотрите, как капуста до сих пор. Она, наверное, так и будет стоять до весны, что ли? И пофигу ей. Вообще-то у Вовой даже и обычной белокочанной стоит еще. А не, вон уже, видите, листики. О, какая огромная. Моя рука, смотрите. Сейчас еще сходим и его посмотрим. В общем, мы решили с Илюхой, что надо будет там сходить тоже. Ну, куда-нибудь в какой-нибудь Ухиза варганить. Может быть, еще кто-то с нами с Упай пойдет. Короче, эта печка легкая. Возьму ее. А газ там у меня в Крыму есть к ней. Надо умываться, есть и ехать. Вот, и вот только в декабре опала. Смотрите, вон все в ее листиках. На ней даже еще кое-какие листики держатся. Ой, весь пруд тоже, смотрите. О, думал, пруд какой-то пеной покрылся. А пруд замерз. Пруд замерз. Аптечки все равно поют. А печку и все свое оборудование, стрихомудия, хотел сказать, я в этом году не в сарай положил, в сарае там, блин, мыши могут быть. Я, знаете, куда запер. Я все это запер. Вон туда на чердак. Так, сейчас полезу на чердак. Сейчас покажу вам, где там что у меня лежит. Вон я на чердаке. Па-бам! Чуть-чуть поднялся уже, вид такой прикольный отсюда. В общем, вот они эти стулья, которые я покупал. Раз, два, три, четыре. Зонт мамин. Это спальники, палатки, пенки. Все тут оставил. И вот где-то, это подушки, которые я с собой вожу. В кастрюльке. И вот где-то здесь, ребята, должна быть... Ой! Должна быть печка. Она же здесь. Да, ребята, вот она, она печка. Еще даже ценник, два года или три уже, как я эту печку купил, так он здесь и прицеплен. Нашел пакетик. Я искал в той сумке, думал, неужели она у меня в машине или дома где-то. Нет, все, я в кучу вытащил. Все, взял печку. Мне сегодня еще надо будет, ребята, вечером сюда вернуться. Попросил кое-что загрузить. Я сейчас поеду на работу, а вечером я еще заскочу сюда, потом поеду в Питер. Мне, конечно, не очень-то хочется туда-сюда ездить, но придется. Машину я мыл на прошлой неделе. Вот я ее помыл и только выехал. Она сразу вот такая. Надо опять мыть. И чем больше это, тем больше сур и грязи на ней. Снег, когда выпадывал, я вам взял вот эту штуку. Снег один раз выпал. Растаял, и все, и не нужна больше эта штучка. Ой, ладно, ребят, буду греть еду и понемножку потихоньку собираться. Я там, куда поеду по работе, наверное, уже не буду ничего снимать. А вот вечером я опять по темноте отсюда поеду. Я часов в шесть буду здесь и поеду домой потом. Говорил, что вечером уже включусь, но, ребята, поехал. Я, короче, пораньше на работу. Мне еще, по идее, целый час надо быть здесь. Света нету. Ой, и слава богу, интернет работает. Раньше еще, представляете, когда здесь отключался свет, переставала работать телефонная сеть. И все. Это была жопа. Я собирался и взял оттуда. А сейчас они то ли генератор, то ли что поставили. Птички. В общем, работает. И вроде бы как все есть, но с другой стороны там... Ой. Мне лучше за рулем. Я могу и в машине YouTube посмотреть. Совсем как-то... Совсем как-то грустно, одиноко здесь, темно. Поеду лучше я. Лучше я поеду. Сейчас приходили... Сейчас приходили котики. Я там жратвы-то с утра положил. С утра какая-то партия, видать, поела. Сейчас серый приходил. Еще чуть-чуть, ну, воду уж набирал. Забыл. Надо ведро занести. Короче, не знаю, кто с утра там поел из них. Смотрю, серый сейчас бегает. Он же боится, который такой дымчатый. Не знаю, он или она. Вышел, плошка пустая. Он возле плошки. Сиганул под машину. Под машиной он сидит. Насыпал тоже им пожрать. Ну, по идее, все поели, наверное. Вова здесь. Вова вчера приходил. Смотрите, вон, 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 вон. Вот это и не было. Это вообще новый котик. Новый. Совсем новый пришел котик. Представляете? Фух, ребята. Что-то, честно говоря, меня здесь опять накрывать стало. Семень. Света нету. Поэтому решил я пораньше свалить. Ладно, в общем, все, поехал я. Тогда, когда я здесь три недели сидел, казалось все нормально. Я, наоборот, в город не мог ехать. А теперь что-то я, наоборот, в городе хочу находиться. Ну, это потому что такая погода опять. Вот это обычная питерская погода. А солнышко, это прям удивительно. Вот обычно влоги должны быть вот такие. Ну, они обычно такие есть, когда я снимаю. Вон, я уже, ребят, все. Сегодня знаете какое? Сегодня 29 ноября. 24-го я поеду. 25 дней осталось до Крыма, ребят. Ну, ничего, они пролетят. И все, и в Крым. Ребят, я сейчас в Гатчину приехал. Мне позвонили, мне пришлось заехать в Гатчину. Потом мне возвращаться сейчас надо будет снова немножко туда, к даче. В общем, я уже почти возле дома. Ну, нет, придется туда возвращаться. И на дачу мне надо вечером заехать. В общем, что я хотел сказать. Погода, я вам показал сегодня какая. Я сейчас историю в Инстаграм делал. Я каждый день там погоду выкладываю. Плюс два вообще сегодня, представляете? Красотища, если бы было солнышко. А так, мне даже больше нравится такая погода, когда подморозило, когда было минус 8, минус 10, когда мы с Ариной гуляли, и солнышко было. А сейчас, ну, ну что я скажу? Срань. И я сейчас проезжал по... Господи, я вон опять на рынке. Пойду чай попью. О, видите, какая погода. Вон, что творится. Сейчас я проезжал район, называется тут аэропорт. Недавно по телевизору я готовил что-то. Наушники мои были разряжены. Я включил так фоном. Новости были с Санкт-Петербургским. На кухне в городе. И... В общем, там гатчинцы, что-то с мэром у них было, там встреча, что сейчас 15 метров дома, надо 30 метров. Вот тут вот я вам сейчас хочу просто показать этот район, аэродром. А гатчинцы что-то отставят. Ну, я, честно говоря, суть не вдавался. А потом я услышал такое, что этот аэродром называется неспроста, так район называется, а это вообще первый. Я еще где-то до этого слышал, но... Я тоже почему-то этому не придавал значения. Это первый аэродром в России вообще был. Представляете, какое культовое место... Ну, как культовое, не знаю, как это назвать. Ну, такое историческое, скажем, место. Где первый аэродром в России. В общем, там пустырь сейчас от этого аэродрома остался. И его хотят застраивать многоэтажными домами. Я вот сейчас поеду там, попью чай, поеду там, остановлюсь, покажу вам. Пока еще не застроили этот аэродром. Покажу вам. Представляете, первый в России аэродром. Ребята, в общем, вот это вот все район аэродром. Здесь настроили много вот таких. Один, здесь еще один, два, три, четыре больших саника. Прям огромных. Здесь вот дождик идет. Здесь, походу, аллею какую-то заложили. Вот есть самолет. Все как положено здесь, истребитель. Я до меня даже и не доходил раньше. Что здесь этот истребитель, как никогда, как нигде в тему. Ну, а, ребят, вот это поле, которое там спереди. Вот он, видите, истребитель. Сейчас сюда поднимусь. Душь со снегом, что ли, что-то непонятно обледенело. И вот это поле. Вот это вот все был первый аэродром России. Вот его будут застраивать. Вот я вам показал такое. Ну, ребят, скажем честно, это такое историческое место. Тут много чего же первого. Это в Санкт-Петербурге было. Аэродром именно в Гатчине был первый аэродром в России. Сейчас его уже застроят. Вообще, конечно, удивительно, что они все эти годы не трогали. Да, пустырь как стоит, так и стоит, наверное. Но все равно, как память была. Держали это как память, что первый аэродром. Ну, сейчас поменялись времена. И жилье решили. Да, не маленькое жилье. Тут, видите, такие девятиэтажечки. Хотят в два раза больше. И скоро не будет этого аэродрома. Вот я еще, ребят, разворачивался. Везде в Гатчине елок понаставили. Я не знаю, в Питере, наверное, уже тоже. Просто показать, что... Вон, видите, даже экран весь сразу в каплях. Дождь идет и елки ставят. Ммм, красота. Елка под дождем. Ребят, я все. Сделал все, что хотел. Заехал, забрал свои вещи на даче. Времени сейчас, знаете, сколько? Времени 18.26. Я, в принципе, не поздно выезжаю. И, учитывая то, что я еще заехал в ленту, набрал продуктов целый пакет. Сейчас вам покажу, чего я там набрал. Ой, перекусил, блин. Полное мясо поел. Мясо застряло в зубах. Ладно, все, ребята. Мчу я в Питер. Все, наверное, следующее включение из Питера будет. Офигенно, ребята, 28 декабря. Я говорил, не буду включаться. Но как не включиться? На улице ливень, представляете? Я еду под ливнем. Ну, даже, черт его знает, может и хорошо, чем морозы. Даже не знаю, что хуже. Или же морозы, или же это темень. Вы бы что выбрали, кстати, пишите в комментах. Но я бы, наверное, все-таки выбрал немножко морозец. И солнышко. Чем сегодня плюс два, плюс три весь день было. И дождь идет. А сейчас он вообще ливень. Я, ребята, в Ропши уже. В 19.57 я доехал за полтора часа до Ропши. Это капец, нонсенс по темноте. Такая хорошая колонна была, я к ним пристроился. Никого не обгоняли, мы сотню шли и шли. Полтора часа, а я в Ропши. Пить хочу, аж горло пересохло. Остановился, выйду сейчас. Попью, 19.57, а я в 18.30 вышел. Полтора часа, офигеть, я уже на каде. Ну так-то, да, еще полчаса. Не, ну я очень, по темноте я обычно не гоняю. А тут сегодня прям удивительно. Сам себя офигел. Па-бам! Персик с мя... Яблоко персик с мякотью. Посмотрели. Я что-то прям в последнее время с мякотью, суки, так полюбил. И еще мне, ребята, знаете что? Я без куртки ехал. Мне надо... Вот эта фиговина моя, транспортер, я ее называю. Не знаю, как она правильно называется. Она у меня уже три раза не сработала. Так стоит мой... Ну, тот участок, которым я часто пользуюсь, он стоит 100 рублей. А по нему стоит 50 рублей. Не всегда деньги у меня... Ну, в смысле... Вот сейчас мне пришлось, я по большей степени из-за куртки остановился, чтобы... Без сока бы я бы доехал до дома. А кошелек сзади бы остановился, чтобы одеть куртку, чтобы заплатить за этот платный участок. Так что, ребята, вот еще у меня какое приключение с этим транспортером. Я сегодня уже один выкил. Так, надо мне их поставить, чтобы я их не забыл выкинуть. Ладно, все, погнал я дальше. Осталось мне где-то... Час, наверное. Хотя я сейчас пока приеду. Аааа! Фак! Ааа! Скотина, блин! Как она парит! Ааа! И на меня все. Сейчас пока я доеду до города. Наверное, уже... Да, после 8 уже пробок мало. Единственное, мне знаете, про что надо не забыть? Мне надо не забыть, чтобы я поехал по... по-московскому на Лиговске не сворачивал. Сегодня пятница. Последний день месяца. И, по-моему, сегодня черная пятница. Везде реклама идет. Это там, ребята, на перекрестке Лиговска и Невского. А этот же, как его, блин, торговый центр-то... Господи! Сто раз я там в нем с вами тоже был. У меня планета Красноярская в голове всплывает. Галерея. О, Господи, забыл. Я позапрошлом году ехал в эту черную пятницу. Ну, я купил с парка в черную пятницу, но без всяких скидок. Мне его нужно было забрать в черную пятницу. Я торопился. И я тот район галереи пересекал 40 минут. И, представляете, 40 минут с ЗСД и доезжая до дома, это при самом хреновом раскладе бывает быстрее. А тут я небольшой участок 40 минут пересекал. Так что надо мне в московских воротах не сворачивать, а ехать прямо через Витебский вокзал. Все, ребята, я на КАДе уже. Ну, вот, ребят, я на ЗСД поднимаюсь. Я еще сейчас, ребята, сказал, что, типа, мне эта штука нужна, когда нет денег. А такой дальше еду, думаю, ну, если нет у меня с собой нала, там наверняка же можно картой рассчитаться. Да, стопудово там можно картой рассчитаться. Но все равно по транспортеру, я знаю, он как-то по-другому называется, скидка же 50%. И как бы по нему приятнее. И на нем, правда, всегда деньги есть. У меня кошелек то в рюкзаке, то в куртке сзади, то еще где-то. А по нему хоп-хоп, и без всякого гемора. Смотрите, как стекло сразу зафакалось. Вон, ребята, еще показать дом. Вам видели, вы нет? Это огромный дом, и он как большой-большой экран. Он, не знаю, видно сейчас, вам не видно. На этом доме фигачат и рекламы, и рыбки иногда плавают. Короче, дом, я не знаю, там сколько этажей, но он очень высокий. И ночью он весь превращается со всех сторон в экран. Там, то, говорю, рыбки по нему плавают, то какая-то реклама, то он как костер горит. Такой высокотехнологичный дом в Питере есть. 100 рублей, как с куста, так бы было 50. Просто, ну, конечно, 100 рублей это не деньги. Но извините меня, когда здесь постоянно ездишь. А это еще какие деньги? И все равно 50 рублей. Ух, хлебу можно. Питер, привет! Я в тебе не был целые сутки. В этот раз я в городе же жил всю неделю, и тут всего лишь сутки не было меня. Ребята, смотрите, тут ад, не работает светофор. Ё-моё! Там вон полицейский стоит, управляет. Блин, капец, на таком огромном перекрестке не работает светофор, это жопа. Ну, мы, ребята, проскочили. Уже московский весь украшен, уже гирлянды загорелись. Красиво так! Новый год! Гляньте, как на фонарях светятся эти фиговины. Наверху вон эти фиговины светятся. Я сейчас еду, думаю, блин, сегодня, наверное, мой день. Я на сломанном светофоре проскочил. И вообще тут на московском днем большие пробки. Подолгу на каждом светофоре стоишь. А сейчас тут, фу-фу-фу! Смотрите, я в зеленом этом, в зеленую струю попал. Вот они, московские ворота, мы сейчас проезжать будем. Вот, я только сказал про зеленую струю, вот, пожалуйста. Ну, ладно, зато я весь его на ура проехал до московских ворот. Вот, ребята, я к Витебскому подъезжаю в вокзал. Видите, тут такие звездочки наверху висят прям. Ну, там прям сейчас ехал, часто-часто висели. Ну, что, ребята, так-то вон она уже Владимирская спереди. И мне останется пересечь Невский, и все. И эти большие чернопятницкие пробки, тфу-тфу-тфу. Я сейчас пока не буду еще говорить, но вроде как я все проехал очень даже хорошо. Тфу-тфу-тфу. И московский проскочил. Улица Правда, это что ли называется, как-то я забыл. Люблю я эту улицу. В последнее время я вообще стараюсь всегда по этой улице ездить, потому что здесь я быстрее пересекаю Невский, чем возле московского вокзала. Возле московского вокзала там по-дебильному сделали эти повороты, там переделали, короче, движения, стрелки эти. И там, ну, короче, жопа. А здесь, черт с ним, что я там вот, ну, допустим. Короче, здесь лучше, мне больше нравится. А вот это отель, ребята, называется Эрмитаж. Шикарный. Я когда по этой улице гулял, я вам его показывал. Есть ролик с этой улицы. Владимирская сейчас уже за поворотом будет. И вот, ребята, как я вам говорил, вот этот фонтанчик, который тут на полу, ну, вы помните, наверное. И вон уже, видите, купола видны от этого, от Владимирского собора. И вот оно, вот оно здание метро Владимирское. Все. Ой, а тут, ребята, вон каких веток. Это, получается, туда вдаль по Литейному, да. Лиговский Литейный. Я, блин, все время их называю. Ну, не путаю, а называю их. Как хочу, так и называю. Короче, красота. Все, весь город светится. И вот, ребята, Невский проспект. Сейчас будем пересекать. Такое здание, вот это красивое, его реставрировали. Мне надо сюда тоже зум-камерой наведаться на Невске. Ночью даже, наверное, надо как-то взять, выбрать время. Пойти поснимать красоты вон. Ну, и что, ребята, с первого раза проехали Невский проспект. Красота же. А там, возле Московского вокзала, я там стою, фиг знает поскольку. Да, конечно, Литейный занятый весь, забитый. Хоть время уже без пяти девять. Но все равно это быстрее. Ребят, смотрите, тоже на Литейном все в трейлерах. А если все в трейлерах, значит, что? Правильно. Вон, смотрите, какой дизель огромный стоит. Фильм ребята здесь снимают. Вон, видите, тоже все затаскивает, вытаскивает, провода протягивает. В каком-то доме тоже снимают фильм. Ребята, проспект-то пустой. Смотрите, там просто авария была, поэтому и стояли. Ну, конечно, не прям совсем-совсем пустой. Ну, вот аварию проехал, и место, где авария, и прям свободно-свободно стало. Ох, все. Почти доехал. Время 21.01. Вот я в городе уже, по городу, ну, полчаса, полчаса, от ЗСД, полчаса, это я очень даже быстро. Итого, до центра полтора часа, ну, прям до Невы, считай, за полтора часа практически. 21.01 сейчас. Полтора часа. Полтора, говорю, два с половиной часа, и вот все. Я практически дома. Все, ребят, вот он, поворот на Чайковского. Раньше вот здесь вот, где стоит это огромное серое здание, тоже церковь была. Свободная улица. Везде свободно, только возле моего дома все в три ряда стоит. Короче, ребят, я счастливчик. Я думал, что сейчас я прямо дома поставлюсь, но нет, я поставился там же, где... Ну, короче, вот следующая арка моя, у соседней арки поставился. А я же вам в каких-то, ну, в прошлых влогах говорил, что я грязное постельное белье забыл свое там на даче. Короче, у меня сейчас еду тащить, еще постельное белье тащить. Ну, в общем-то, я удачно встал. Два с половиной часа, и я в городе. Это прям мой рекорд-рекорд. Рекорд-рекорд. Нет, летом это не рекорд, а по темноте это рекорд. Ладно, все, пошел подниматься. В общем, ребят, в этот раз я основательно приготовился к выходным. Смотрите, целый пакет. Купил зефир. О, вот этот 45 килокалорий, наверное, это фронтовский. Ну, типа это. Типа для худения. А вот халву тоже на фруктозе, но в ней дофига халорий. Ну, ладно, это все равно не сахар, и то хорошо. Купил вон какой кусок карбоната. Запеку его, будет мясо запеченное. Потом, ну, бальгу купил для запекания. Потом. Сельдь купил. Это я еще вчера ел. Как, ну, слюни побежали, купил эту соломку из горбуши. И так, и не доел, и забыл про нее. Ну, хорошо, что добыл. Доем сегодня. Купил, ребята, смотрите. Прям такой мясистый-мясистый набор для ухи. Из форели. Буду делать уху. Оттаивает надо. Я ее там на даче заморозил. Я на днях только купил. Так, ну, молок. Ка себе купил для пакета. Какие-то модные макароны. А, ничего не модные ленточки. Нормально. Выше 40. Потом, что я еще купил? Еще я купил говяжий, говяжью печень. У меня там еще куриная печень в холодильнике есть. Купил я вот такую нежирную. Карбонат. Изодорант купил, закончился у меня. И купил масло сливочное. Масло сливочное, ребята, я знаю, что я не просто так купил. Потому что я купил вот такую вот целую филе форели. И еще, ребята, смотрите. Добавлю запасы. Да, у меня будут запасы икорочки. Короче, ребята, буду делать бутерброды с икрой, с форелью. И немножечко-немножечко масла. Совсем немножко. Я ж худею. Ну, короче, да, в этот раз я подзатарился. Если бы работала кулинария, я бы, конечно, не подзатарился. Ладно, ребят, все, буду отдыхать. Буду что-то жевать. Буду жевать форель. Она малосоленая. С икрой. Сейчас сделаю бутерброды и покажу вам, какие они у меня красивые получились. Но сперва пойду сполоснусь. Вон какая красота, ребята. У меня Аня. Анечка моя. Которая не симферопольская, которая питерская. Думала, что я постоянно бутерброды с искусственной икрой укладываю. Говорит, фу, типа, что ты ее и жрешь. А я говорю, кого жру? Икру. Ну, это же искусственная, говорит. Сколько она стоит? Я говорю, 200 рублей она стоит. Она не может столько стоить, говорит. Она дорогая. А на самом деле сейчас они вообще по 170 в этой. Народ хватает в Дикси, рядом с домом. По 170 или по 180, не помню, круче, акция. А Аня говорит, что, типа, икра дорого, дорогая. Не знаю. Бутылка водки недорого, а банка икры дорогая. Я так все время считаю. Бутылка водки, наверное, не стоит 200 рублей. Она, наверное, больше стоит. Банка икры пускает 200 рублей. Ну, Аня, конечно, не водку пьет. Ну, Аня, ладно, там коктейльчики пьет. Тоже будет, там коктейльчик, наверное, минимум рублей 200, а то и больше. Это не дорого, а икра дорого. В общем, ребята, красота. Сейчас буду делать бутерброды. И масло уже отошло. Буду тонким-тонким слоем масло мазать. Единственное, я не взял батон. У меня есть черный хлеб. Хорошо, что я его не взял. Будут у меня такие диетические. И тем более, время уже полдесятого. Можно только один. В общем, ладно, все. Ем чайок и ем бутербродик. Ребята, на все. Этот влог я закончу. Спасибо, что его посмотрели. Подписывайтесь на канал, на этот влоговый, на основной канал. Ссылки будут где? В описании, правильно. Там же ссылки будут на Яндекс.Дзен. На Яндекс.Дзене. Красивейшие, шедевральные фотографии. Заходите, смотрите, читайте, лайкайте. Еще, ребят, хотел вас попросить. Там есть поделиться. Я в каком-то из влогов показывал. Поделиться, если что. Может, в Одноклассники или ВКонтакте себе раскинете тоже. Ну, какую-нибудь понравившуюся статейку, чтобы люди тоже посмотрели эту фотографию. Там это, чтобы развилось, тоже, короче, важно. А, еще знаете, что хотел вам сказать? У меня одно время, я даже не понял, за какой статьи, было почти 7000 дочитываний. А 7000 дочитываний, это... монетизация бы уже включилась. А сейчас опять упало у меня на 2800, 2700. Ну, я, в принципе, за этим не гонюсь. Это Яндекс.Дзеном, если этим заниматься, и вот так вот, чтобы прям... А, хочу монетизацию, чтобы оттуда мои деньги какие-то капали. Это прям надо сидеть и писать, и по 2, и по 3 статьи. Мне, честно говоря, одну лень. Мне самое главное, что оттуда идут... Что там смотрят тоже мой YouTube и заходят на YouTube оттуда. Все, в общем, спасибо, что посмотрели. Пишите комментарии, лайкайте. С вами был Игнат, пока. С вами был Игнат.